тельцы я вас приветствую давайте посмотрим что готовит по основным событиям 2024 год будет 12 основных событий на каждый месяц кто не хочет не любит вообще смотреть эту расставку карт это все переходите сразу на там код в описании кто хочет настроиться с каждой картой посылайте свою энергию для обмена и так давайте смотреть январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь и декабрь ну что давайте смотрим что ждет в январе наиболее будет проявлено очень сладенький мой ну что январь может быть знаете такой эмоционально не очень стабильный в плане того что захочется погрустить захочется возможно поплакать и действительно не отрицаю то что может быть на самом деле сейчас настолько тяжелое состояние что вот это высвобождение негативные эмоции да она прям очень нужно будет в январе и в принципе будет создаваться условия то для того чтобы но если хочется поплакать поплачь но что я хочу сказать не утопайте в этом во всем потому что в любой даже совсем трудной негативной ситуации всегда есть что-то хорошее что-то позитивное или же какой-то знаете как ресурс для вас его просто нужно увидеть не зацикливайтесь на максимальном негативе то чтобы только все плохое только все ну не знаю там против вас как-то и так далее да а ищите в этом и позитив то есть а что я могу хорошего вынести из этой ситуации что допустим я могу сделать в этой ситуации до для того чтобы изменить что-то поэтому если хочется погрустить погрустите но имейте ввиду что не нужно в этом состоянии прям надолго засиживаться потому что ничего хорошего вот это вот вечная печаль до не приносит так давайте смотреть февраль феврале знаете так давайте мы будем все равно как там вместе с прикасать эти карты да возможно действительно вот это весь упадническое состояние оно связано и с эмоциональной любовной сферы то чувственной и феврале вот это будет полное понимание того что те отношения в которых я есть они приносят мне счастья и радости до той который я бы хотела или же по семья до которым-то мне на данный момент уже создана она не совсем то ресурсное место общество которое я бы опять же хотела и поэтому давайте так скажу и зима будет эмоционально тяжелая именно в том понимании что все не так возможно вы уже сейчас замечаете эти первые предпосылки может быть сейчас как-то отворачивайтесь до этого всего пытайтесь об этом не думать но давайте так долго у вас то не получится поэтому придется зимой уже посмотреть скажем под лупой да на те отношения на ту семью которая у вас есть и вообще на свое эмоциональное чувственное состояние в смысле того что вы можете действительно эмоционально находиться достаточно продолжительное время в какой-то яме да и здесь вам вопрос может быть депрессия какая-то да поэтому нужно вот активировать это все и заняться своими чувствами и эмоциями может быть обратиться опять же психологу дали какому-то другому практику также прийти на расклад для того чтобы найти вот эти причины чтобы их как-то разрешить так ну давайте посмотрим может быть марте как-то начнется проясняться разрешаться да смотрите с двух сторон мы посмотрим на эту карту если это вы то вот здесь очень сильно погрустив да и поняв что вот то что сейчас у меня есть она меня вообще никак не наполняет она никак не радует и вообще мне это все не нравится в марте вы возьмете скажем так инициативу в свои руки и начнете что-то делать как-то действует для того чтобы менять ситуацию прекрасно на самом деле цельцы я здесь за вас очень рада смотрите какая ситуация на самом деле для того чтобы оттолкнуться да и двигаться вперед нам действительно иногда нужно столкнуться с такими критичными ситуациями да и вот в данном случае январь и февраль будут именно теми месяцами до которые ну дать расскажу погрузит вас на дно но именно от этого дна вы сможете оттолкнуться далее если мы не будем говорить о том что это вы а это какой-то человек извне то вашу жизнь очень вероятно может постучаться прийти вот такой жезловый король до девушки можете похлопать порадоваться поаплодировать да особенно если вы уже давно скажем так в свободном поиске да то здесь действительно велика вероятность познакомиться с человеком с которым есть перспектива дальнейшего какого-то развития ну и вообще в принципе знаете как то даже если это не будет про сферу отношений а допустим у вас какая-то там ну необходимость какого-то партнера на по бизнесу может быть может быть как-то развиваться и так далее да то вот действительно появится тот человек может быть друг очень хороший который прям вот будет знаете вас зажигать и как-то жизни вам добавить до этих яркости красок так апрель что такое так но в апреле у нас такая девочка капризулечка и здесь неважно смотрят мужчины или женщины то здесь именно вот про то состояние когда что-то все не то все не так а вот что-то как-то но но прям совсем что мне не нравится да вот такое вот ну вот игры такое капризное состояние здесь может быть знаете этот персонаж который здесь появится не совсем будет отвечать каким-то вашим там ожиданием но опять же здесь вам как совет меньше ожиданий больше взгляда на самого человека потому что за своими какими-то ожиданиями да мы не видим на самом деле людей которые вокруг нас мы делаем какие-то проекции да потом в них разочаровываемся потому что блин почему-то человек не такой как я изначально думала да ну а потому что думал это ну своими какими-то фантазиями поэтому здесь вам как совет прям очень сильный это перестаньте накладывать какие-то ожидания на людей там а просто смотрите по факту что они делают какие они и тогда составлять свои впечатления если мы не будем говорить о том что это вы а это какой-то человек извне то вот в вашем обществе может появиться какая-то вот такая капризная дама в принципе мужчина тоже может быть когда все не так все не то и все не нравится или же знаете постоянно какая-то опять же в упаднических настроениях чувствах но здесь ну вот как вот вы вот условно были здесь начале года да так вот и и она или он там прям вот вот все не то все все не нравится и вообще и все вокруг тогда тоже теперь должны страдать все должны видеть как мне плохо и ну и вот это вот все нехорошее состояние да поэтому если не хотите опять скажем так погружаться в какие-то негативные эмоции дата на время хотя бы исключите своего общества или общения в принципе с мистем до минимума с такими негативными людьми или если этого сами дату ну вам совет я уже дала до меньшее ожидание мои в моей что-то как-то будет не определиться а что же мне делать а чего же я хочу а куда я хочу двигаться и так далее возможно действительно будет очень много всяких разных желаний между которыми вы будете прям очень сильно теряться это и допустим и работу хочу может быть хочу поменять может быть на поиске находитесь или я хочу там хобби какое-то а еще я хочу на танцы ходить а еще я хочу не знаю там на шопинг каждый месяц а еще я хочу на отпуске а еще я хочу чтобы у меня там не знаю социальная жизнь очень яркая была и так далее да то есть этих много всяких хочу то есть максимальный раз фокус будет и очень сложно будет собрать себя как-то в кучу да и вот чем-то одним начать заниматься что-то одно делать да и куда-то вот направлять себя поэтому здесь вам как совет на май выделить какое-то одно приоритетное направление на какую-то сферу жизни которая вам прям вот в первую очередь нужна для того чтобы там как-то исправить ситуацию как-то наладить может быть улучшить что-то да и занимайтесь этим потому что в мае действительно ну может быть опять же солнышко да только вот начинается такие теплые погодки и что-то не хочется да поэтому держите фокус вот как совет вам просто держите фокус июнь июнь это как месяц знаете погружение в себя понимание себя чувствование себя слышание себя очень хорошая карта в плане того что сможете знаете вот этот контакт с собой вывести на очень хороший уровень здесь опять же может быть из-за того что раз фокус случится в мае да и вам просто придется опять же прислушиваться к себе а чего же я хочу на самом деле а что для меня важно на самом деле потому что здесь и в пир и в мир и и там еще куда-то да вот именно июня знаете как заставит вас притормозить и вообще ну словно про приоритеты подумать про ценности свои подумать может быть как-то их пересмотреть на самом деле для меня это важно может быть для меня это было все навязано и я пыталась жить какой-то но не своей жизни угодить кому-то другому так вот июнь в принципе вскроет вот какие-то такие внутренние вопросы но и конфликты в том числе да то есть вам действительно придется слышать тебя июль так ну что после того как мы себя послушаем с тобой поговорим прекрасная карта выбора пути дальнейшего да о том а что же я хочу дальше вот у меня есть вот это вот это вот это сейчас я вот этим обладаю меня такие ресурсами такие возможности и так далее да а вот вот что я могу еще а куда бы я могла еще дальше двинуться прекрасная карта на самом деле поэтому вот на лето что июнь что июль прям очень здоровски совет вам вот будьте открыты мира принимайте все что он вам дает и и смотрите насколько она для вас релевантно насколько вы это можете себе взять и потом свою жизнь как-то использовать август все могу все знаю все сама сейчас порешаю все сделаю вообще отстаньте от меня я лучше вообще все понимаю на хоп такое может быть состояние чем может быть вызвано тем что я увидела в 10 возможностей я увидела от чего я допустим хочу отказаться в жизни да куда я хочу дальше повести свою жизнь и пошла рубать да то есть смотрите чем опасно это тем что вот в этом желании перемен на желание чего-то нового привнести свою жизнь вы действительно можете наломать дров и привести вот это все какое-то допустим конфликтное состояние в конфликтной ситуации с другими людьми да с обществом естественно где вы не всегда будет стоять скажу бережно к другим людям когда будете привносить изменения в свою жизнь что еще конечно конечно доверяйте себе да слушайте себя но не будьте настолько самоуверенными да потому что иногда действительно мы можем думать что мы понимаем ситуацию да что у нас есть какой-то свой опыт а он в принципе есть а мы можем на что-то опираться но не всегда мы можем видеть картину целиком так вот здесь как допустим совет вам в августе если вам кто-то извне дает совет прислушайтесь на вы можете не делать так как вам говорят на сто процентов да но по крайней мере примите во внимание ту информацию которую вам будет говорить потому что возможно вы на самом деле очень резко и жестко начнете привносить изменения в свою жизнь что не будете видеть каких-то действительно реальных последствий которые смогут как-то отразиться на вас сентябрь так но идет продолжение о том что я лучше знаю я лучше вообще все понимаю и то что вы мне тут говорите это все все не так все не то знаете я так предполагаю что возможно в принципе у вас вот даже вы сейчас уже можете понимать что назревает какой-то или личностный кризис или кризис сферы деятельности до которой вы работаете возможно вы его прям чувствуете что уже выгораете да и на этой работе уже прям не можете работать или вообще в принципе не не знаю там может быть вы работали все время не знаю учителем да там воспитателем сейчас понимаете ну что все но не могу больше ну ну вот все прям крайне мое да я хочу чего-то другого чего-то нового и не в этой сфере да и не в этой там школе саду а в какую-то другую прям не знаю там может быть в бизнес в продаже может быть в рукоделие может быть какие-то эзотерические практики да и так далее но здесь именно про то что вам условно будет все говорят что но ты это одумайся что ты творишь да ну вот вот так вот все меняешь вот так вот все что-то там ну как идешь и рубишь да а вы и нет вы как будто бы знаете у меня есть свой путь я знаю я лучше знаю все прекрасно с одной стороны для того что у вас как-то поддержать я могу сказать что вот здесь у вас июнь это тот месяц когда у вас будут вот эти внутренние понимание происходить да и осознание и может быть на самом деле вы действительно пойдете по своему пути а люди вокруг вас просто будет тянуть вас назад потому что вы настолько возможно резко опять же начнете вносить перемены в свою жизнь что для всех окружающих это будет казаться как будто бы ну ты вообще там с дуба рухнула что ли да а для вас это будет естественно и ну не то что естественно а правильно да давайте так скажу то есть вы будете чувствовать что я иду правильным путем и вот здесь тогда как позитивное событие да это действительно закрыться от всех и не слушать то что вам будет говорить то есть смотрите лиц и в зависимости от ситуации в которой вы окажетесь опять же два полюса или действительно закройтесь и не слушайте если вы на сто процентов уверены в том что вы делаете и то что если вы делаете это хорошо для вас да или же если вы понимаете что что-то не так происходит да то тогда прислушайтесь к другим людям возможно они вам говорят очень правильные вещи да то есть опять же я говорю реагируйте по ситуации которая будет разворачиваться вот там ближе к осени дальше октябрь опять выбор здесь у нас была двоечка по выбору здесь у нас двоечка по выбору это про то насколько изменяется мир про то насколько изменяются ресурсы которыми я обладаю которые даются мне которыми я могу допустим воспользоваться это про подстройку под мир скажем тогда для того чтобы получать то что я хочу да в том числе и финансовое вознаграждение опять же очень здесь хорошо проходит смена сферы деятельности или место работы то здесь действительно про то что я выбираю где мне будет лучше я выбираю то что принесет мне хорошие результаты и и как совет вам действительно выбирайте взвешивайте все минусы плюсы нам здесь очень здорово ноябрь так но ноябрь риск давайте скажу вложиться не туда выбрать не ту дорогу которая действительно не приведет вас к тем результатам которые вы ну думали получить поэтому здесь вам как дополнительный совет сюда к октябрю думайте и прям взвешивайте очень хорошо потому что если скажем так халатно к этому отнесетесь ноябрь может вам преподнести не совсем радужный сюрприз именно потеря вашей какой-то стабильности материальной какого-то комфорта опять же уровня своего комфорта да то есть почему это может произойти опять же какие-то финансовые вливания нужно будет делать в непредвиденные скажем так или сферы жизни или какие-то ну там вещи и так далее да которые пошатнут но условно вашу материальную стабильность поэтому задумайтесь заранее да про какой-то может быть капитал который бы у вас был как подушкой чтобы подстраховаться на случай кризисных ситуаций и в принципе смотрите если вам будут в ноябре предлагаться какие-то давать так схемы с возможным большим каким-то заработком да в будущем вот очень сильно подумайте потому что велика вероятность что у вас как-то это может пойти ну не так как вам обещают да не так как вам говорят и и поэтому ну как держите ухо вастром декабрь с чем закончим о я бы сказала вы притормозите да и будете ну словно анализировать что вообще происходит в жизни на куда я пришла к чему я пришла что у меня сейчас произошло за этот год и что мне нужно делать дальше это не про то что просто знаете как засели и в таком но плохом таком состоянии да нет здесь вы действительно будете анализировать и строить плавно на будущее и не в принципе декабрь может для вас стать знаете таким может быть немножечко таким отстраненным месяцем когда вы не будете сильно там входить в коммуникации с другими людьми не так активно общался да не так активно вообще в принципе проявляться в жизни но это нужно для того чтобы вообще ну такой как бы чек-ап жизни провести да то есть что сейчас у меня есть что чем я бы опять же обладаю и куда я к чему хочу прийти и собственно какие-то планы может быть будете строить да ну декабрь это да это планы на новый год да то есть ну смысле на следующий 25 год а что я хочу и так далее да в принципе тильте смотрите месяц ой год простите я бы сказала достаточно судьбоносный да и у вас действительно будет очень остро стоять вопрос выбора дальнейшего да а что я дальше хочу действительно я хочу вот так как сейчас или мне хочется по-другому и по сути своей двадцать четвертом году у вас будет принятое решение вы будете двигаться в каком-то новом направлении для себя да это круто это рост это изменение в жизни даже если вы допустим сейчас каком-то застой до находитесь действительно жизнь будет меняться может быть не в двадцать четвертом не так как вы бы хотели да не так быстро не так стремительно не так ярко красочно и радужно да но по крайней мере вот эти первые предпосылки изменения не будут заложены здесь я вам хочу сказать его большой такой знаете совет слушайте себя прислушивайтесь к себе вообще что бы ни происходило слушайте свою интуицию если она у вас хорошо развита если не очень то развивайте свою интуицию задавайте больше вопросов себе и постепенно постепенно она вас будет раскачиваться поэтому всего вам самого наилучшего двадцать четвертом году лайки комментарии подписки и до новых встреч пока пока